Привет, призраки! Это я, Гост. А позади меня новое безумное испытание для наших любимых тачек, при помощи которого мы узнаем, какая из машин способна дальше проехать под водой. Смотри внимательно! С каждой новой платформой глубина становится всё больше и больше, и уже в самом конце уровня воды хватит, чтобы затопить несколько белазов. Обязательно прямо сейчас захвати вкусняшки и нажми на лайк, ведь я очень постарался для тебя. Приятного аппетита и приятного просмотра! И для четвёртой части нашего водного эксперимента я подобрал новых участников, которые сразятся за звание самой плавучей тачки. И давайте же мы с вами с ними поскорее познакомимся. Даже не знаю, с чего начать, ребята, потому что сегодня машины все абсолютно разные. Ну давайте, пожалуй, начнём, например, вот с этого поезда, которому также предстоит проехать по нашей трассе. Не знаю, получится ли это у него, но мы сегодня узнаем. После этого Lamborghini Veneno у нас есть, также, Mercedes из будущего, и он, кстати, полностью на электрической энергии работает, а как мы с вами помним, электрокары очень хорошо справляются с данным экспериментом. После этого BMW X6 AMG, затем Ford Mustang, конечно же, посмотрите, кстати, какой крутой у него так двигатель наружу торчит, возможно, он утонет чуть попозже, чем другие тачки, у которых двигатель не высовывается наружу. Затем мотоцикл, призрачный вагончик. Посмотрим, как далеко он проедет. Ой, я пропустил ещё одну крутую тачку, в кавычках. Это вот такой гнилой трактор. Чё-то захотел я его тоже испытать, ребята, посмотреть, как далеко он сможет проехать. После этого идёт Formula 1. Ещё такие тачки я не испытывал в этом эксперименте, ребята, и у меня на неё очень большие ставки. Затем Toyota Supra и последняя машина. Машина огромная, фура в броне ещё и с ковшом спереди. Короче, это, ребята, мой сегодняшний фаворит. Как мы с вами помним, машины с ковшом чаще всего проходят этот эксперимент. Поэтому эта машина определённо мой фаворит. Она безумно классно выглядит. Вы, ребята, пока что мы не начали. Напишите своего сегодняшнего фаворита. Как вы думаете, в самом начале, кто победит? Одну, две или три тачки? Просто напишите и посмотрим, угадаете ли вы под конец этого ролика. Также обязательно проверьте, прожат ли у вас уже лайкосик под этим роликом или же нет. Потому что следующая часть водного эксперимента выйдет, как только мы соберём всего лишь 5000 лайков. Поэтому, ребята, все дружненько ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, которые выходят, кстати, каждый-каждый день. И как уже по традиции, давайте приступать. И начнём вот с такого мотоцикла призрачного гонщика. Мы с вами всегда начинали с мотоциклов, поэтому и в этот раз тоже проедем на мотоцикле. Так, неплохой разгон. Кстати, нужно включить спидометр, потому что я не вижу скорость. Но самое главное, как далеко он проедет. Давай! Подожди, седьмая платформа! Да ну нафиг! Он доехал до седьмой платформы? Чё это только что было? Это самый лучший результат за мотоцик, ребят, по-моему. Седьмая платформа. Напомните, ребята, если я вдруг ошибаюсь, то сори, но, по-моему, это прям безумный результатище. Седьмая платформа. У нас тачки-то на восьмой платформе некоторые останавливаются, а тут мотоцикл, который приехал прямо до середины седьмой платформы. Ребят, я реально очень доволен этим результатом. Но давайте выдвигаться дальше, потому что машин сегодня просто какое-то гигантское количество. Так, чё-то мне хочется испытать тректора, потому что я в нём не сильно уверен. Мне кажется, что он вообще не дойдёт до конца. Но давайте по порядку. Почему-то я также хочу испытать Тойоту Супру. Она наверняка сможет показать, ну, хоть какой-то результат. Я просто, ребят, стараюсь обходить тачки, которые наверняка дойдут до финала. Ну, вот сто процентов я уверен, что идёт до финала вот эта огромная фура. Я не буду её брать сейчас для того, чтобы сохранить хоть какую-то интригу даже для самого себя. И если эта тачка не справится в конце... Ох, какие эмоции у меня будут. Ладно, ребята, давайте, кстати, посмотрим салончик у нашей Супры. Офигенная тачка, очень сильно мне нравится. Так, всё, начинаем. Моёушка Хацаненко, поехали вперёд. Так, отличный разгон. Пока что всё очень хорошо. Набираем. Набираем скорость. Давай, давай ещё чуть-чуть. Ещё, ещё маленечко. Маленечко. О-о-о-о. Смотри, доехали до середины девятой платформы. Неплохо, неплохо. Практически как мотоцикл. Хе-хе-хе. Получается. Ну ладно, всё равно, ребята, тачка очень долго поджила. А мне повезло, что она такая низкая и просто утонула практически молниеносно. По этой причине, ребята, я всё-таки немного побаиваюсь за нашу Формулу-1. Машина очень низкая и не факт, что она сможет прям проплыть хорошо. Она может сразу же утопиться и всё. Я не знаю, ребята, как она будет работать. И сегодня мы собрались с вами для того, чтобы узнать, как все эти тачки будут справляться с этим экспериментом. Ну что ж, давайте усаживаться дальше. Кстати, дружище, расскажи нам пока что в комментариях, как у тебя дела, что нового происходит, как начинается твой учебный год. Соскучился по школе? Ну-ка, напиши в комментах, реально. Или всё-таки хочешь дальше каникул? Потому что я обычно, когда выходил в школу, я не хотел выходить. Я хотел просто чилить дальше, на каникулах играть в компич. Я думаю, вот так же, ребята. Напишите реально, как у вас настроение. Хотите учиться или же нет? Ладно, давайте брать BMW X6M. Ох, обожаю эту машину. Кстати, она у нас очень крутая. Посмотрите, какой проделанный салон. Реально, качество просто вышка. Так, ну что ж, выезжаем на самый центр. Так, ну-ка, никто тут не газуйте. Сейчас батя поедет на бэхе. Так, хорошо. Становимся. И зажимаем, ребята. Давайте, один, два, три. Всё, погнали. Ой, разгон какой-то слабенький. А чё, где разгон? Супра даже быстрее. Странно. Разгон, ребята, чё-то фигоненький. Ну, самое главное, как она приедет. Пока что едет. Пока что, немножко подкинула. Еду дальше. Еду, еду дальше, дальше, дальше. Отлично. Так. Проезжаю десятая платформа. Я даже не слышу её уже. А, всё. Она... А, да-да-да. Она уже просто накатом катилась. Всё, ребята, тачка утонула. Чё, это за платформа одиннадцатая, по-моему, да? Да, одиннадцатая платформа. Ну, слушайте, так-то неплохо, на самом деле. Примерно вот посюда мы с вами прошли. Каждая тачка улучшает предыдущий результат. Мне это нравится, ребята. Если они все так будут друг друга улучшать, то получится очень интересный ролик. Потому что, я думаю, минимум пару тачек тогда должны будет пройти до финала. Ну, давайте, наконец-таки, мы с вами попробуем на трактор, предположим. Ладно, хорошо. Просто следующие тачки, они прям такие крутенькие, знаете? Так, разгоняемся. Чё? Соро... Серьёзно? Это максимальная скорость его? Ха-ха! Чё за бред? И... Как я на нём доехать должен? Ой, ребята, ну, короче, я вангую. Это будет шестая платформа. Нет, давайте седьмая. Седьмая платформа. Я думаю, что это будет меньше, чем мотоцикл. Как мне кажется. Давай, ну вот, всё-всё-всё, ребята, тонет. Ну, вот его подкидывает. Потихоньку тонет. Подожди. Ну-ка. Стой. Он... Он едет потихоньку. Ребят, он едет. Это серьёзно? У него крутятся колёса, реально. Каким образом спрашивается? Не, реально, что происходит? Почему я продолжаю ехать? Он периодически останавливается, но я сейчас опять постою и, наверное, он опять поедет, да? Стоп. Нажимаю. Нет, всё, теперь точно остановился. Прям не едет никуда, ребята, пытаюсь. Там просто какая-то непонятная дичь была. Он пока полностью под воду не ушёл, продолжал движение. Это как вообще? Ладно, будем знать, что у этого транспорта очень странные какие-то характеристики непонятные. Но при этом он даже лучше супры проехал. Я реально этого не ждал. Это такой, пока что, самый большой неждан на этом ролике. И давайте же, ребята, мы с вами протестируем наш Ford Mustang GT. У него, посмотрите, как круто торчит двигатель. А уже про это вам говорил, ребята, шансы у него есть на победу. Вы мне объяснили в прошлом ролике, что как раз-таки у наших фур, почему они так же побеждают? Да потому что у них вот эти вот воздухозаборники, да, через которые происходит подача воздуха в сам двигатель. Как-то так вы мне объясняли, короче, они наверх торчат, поэтому воздух не всасывается так из-под низа, и у тачки есть больше шансов проехать под водой. То есть ещё не затапливается двигатель. Короче, как-то так это, ребята, работает. Не знаю, знатоки. Объясните мне ещё раз в комментариях, если вдруг вам несложно. Почему фуры такие не тонут, с такими штуками, которые торчат наверх, с трубками. Ладно, ребята, давайте в форму Mustang GT. Окей, поехали, нажимаем. О, блин, нифига какой разгон. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Да ну нафиг. Смотри, плывёт. Плывёт. Давай. Смотри, едет. Да, отлично. Я как знал, блин. Ребята, не останавливается. Не останавливается пока. Пузырьки из двигателя идут, но мы едем. Он ещё не утонул. Шикарно. Давай, 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 давай. Ещё чуть-чуть. Маленечко. Маленечко. Да ну нафиг. Блин, а чё прямо от этого останавливаться? Ах, печально. Мне в один момент показалось, что мы почти до конца сможем проехать. А чё это? А, это 13-я платформа. Я чё-то думал, это уже платформа 16-я, 17-я. А мы по факту ничего даже и не прошли, получается. Но всё равно результат получше. Это уже радует, ребят. Короче, мы реально сегодня улучшаем практически все предыдущие результаты. И это, ну, не может не радовать. Знаете, что сейчас мы с вами испытаем? Конечно же, давайте Ламборгини Венену. Я удивлюсь, если эта тачка покажет фиговый результат. А такое вполне себе может быть. И вы помните, да, как у нас спорткары себя показывают. Очень плохо. Просто безумно плохо. Это вообще трасса не для спорткаров, если честно. Ну, ладно, чё. Погнали, посмотрим. Так, разгон. Давай, поехали. 300 км. Давай ещё, ещё. Всё. 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 Восьмая платформа. Я ничего даже не могу сделать. Ребят, это восьмая платформа. И всё. Ламборгини Венену просто тонет. Каким образом это происходит? Почему именно спорткары так плохо проходят это испытание? Я, ребята, не знаю и пытаюсь как раз таки вместе с вами разобраться на этом нашем шоу с водой. Пишите ваши догадки. Потому что это уже не первый случай. Это четвёртый ролик, где наши спорткары, которые я специально закидываю в нашу ГТАшку, просто не справляются с этим испытанием и тонут. Это какая-то странная штука, реально. Я не знаю, как это работает. Но, ребята, жду от вас комменты, почему именно обычные спорткары не справляются. Это реально странно. Ну, давайте попробуем, что ли, необычный спорткар, да? Это совсем необычный спорткар. Это Формула 1. Так, окей, отъезжаем сейчас и берём разгончик. У него такой двигатель прикольный. Слушайте, интересно, это, походу, бензиновый плюс электро? Да ну. Если это бензиновый плюс электро, то у нас реально есть шансы пройти, потому что электродвигатели хорошо справляются с этим испытанием. Именно поэтому сегодня электрокаров я взял мало, только Мерседес Бенца с будущего. Я не знаю, что это тоже такой электрокар, возможно. Ну, давайте попробуем. Проедем. О, нетрушку ещё можно. Офигеть, разгон! Оу! О, вылетает просто! Так, нас подкидывает. Нет. Нет! Я не хочу... Смотри, едет! Он едет! Давай. Давай, пожалуйста. Пожалуйста. Пройди. У меня все надежды на тебя. Чё? Он застрял! Он может ехать, но он застрял! Ха! Это прикол? Вы почти как Ламборгини в ИНО прошли. Эмм... Эта трасса не для маленьких тачек. Вообще не для маленьких. Но я имею в виду низких. Она просто застряла. Ребят, посмотрите, что там произошло. Тачка наверняка ещё могла ехать, потому что я почувствовал в конце, что она ещё подбавляла. Но она просто повисла, и всё. У неё передний привод, что ли. Я не знаю, как это работает, но она просто застряла. И в этом не справилась с этим испытанием. Просто эпик фейл. Реально. Эпик, эпик фейл. Всё. У нас тогда остается три самых необычных машины, которые, я надеюсь, смогут справиться с этим испытанием. Ну, хотя бы одна из них точно. Например, наша Mercedes-Benz из будущего. Ну, для начала давайте испытаем, что ли, поезд. Блин, только он такой здоровый, что, мне кажется, он тоже может просто зависнуть на этих ступеньках. Надеюсь, такого не произойдёт. Он, по сути, размером, как одна ступенька, да, целая? Сейчас мы с вами это посмотрим, ребята. Так, ладно, поехали, короче. Ничего, разгончик! Да, он почти как одна ступенька по длине. А! Блин! Куда он так прёт? Он уже проехал больше, чем почти все тачки. Так. Продолжаем. Давай! Он едет, ребята, всё, смотрите! Получается! Докуда? Докуда мы доедем? Такая жёсткая здоровая машина. Я не знаю, сможет ли она подняться дальше на последней ступеньке вверх. И смотри, она это делает! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Ну ладно, я где-то в глубине души доказался, что он сможет пройти, когда я видел, как он едет быстро, потому что тачка реально длинная получается сама по себе, ну и из-за этого шансы реально были большие. Я, кстати, надеюсь, что кто-то из вас написал в комментариях, что выиграет поезд, потому что тогда он смог выиграть. Я же помните, вас вначале всё-таки спрашивал, да, какие тачки, по вашему мнению, победят, вот. Ну что ж, давайте, ребята, усаживаться в нашем Мерседесик. Блин, какой он классный. Он такой мелкий, низкий. В салоне очень неудобно. Блин, жесть какая-то. И он очень-очень резкий. Блин, ну капец. Так, ладно, давайте поехали. Что за колёса у нас такие странные? Просто посмотрите на эти штуки. Так, гоним. Я не буду разгоняться очень сильно. Он, блин, похоже, как будто вообще на лодку какую-то, я не знаю. Так, проезжаем. Да, ему, по-моему, вообще пофиг на воду. Вот его сейчас немножко подкинуло. Да, ему пофиг на воду. Ну что, ребята, я готов поставить 100 рубасов, что он пройдёт до конца. Вот просто сейчас, смотрите. Так, едет. Ну да, да, всё. Это электрокарм, он проходит 100%, ребята. Ещё из будущего Мерседес такой. Он реально похож на какую-то лодку. Если не брать в расчёт, что это колёса, да, было бы похоже реально, что это какая-то лодка. А сзади такие просто два двигателя работают. Ну что ж, мы с вами доезжаем, ребята. Всё. Срава же вторая тачка подряд нам справится с этим экспериментом. То никто не справляется, то две подряд. Чё за жесть вообще происходит? Так, вылетаем на сушу. И останавливаемся прямо здесь, рядом с поездом. Всё. Хорошо. Пусть тачка наша стоит прямо здесь. Ну что ж, друзья. У нас остаётся последняя машина. Один из реальных фаворитов. Тачка очень большая, с пулемётами. Блин, бронированная. Ой, как же хочется, чтобы она тоже прошла до конца. Ну, это мой фаворит был в начале ролика. Я ставил на него, ребят. Я за него голосовал. О-о-о-о, блин, как это круто. У нас есть тут огнемётик, да, шикарненько. В общем, ребят, я ставил на неё, поэтому мне будет печально, если она проиграет всё-таки. Потому что я бы хотел, чтобы эта тачка тоже держала победу, поскольку поставил её в самом начале. Но сейчас, ребята, мы с вами узнаем, получится ли у меня угадать. Что ж, поехали. Гоним просто. 200, 270. Смотри, какие это хорошо. Чё я сделал? Зачем я врезался? Так, пока, пока живём. Пока всё нормально. Едем. Пока ничего не замечаем. Так, давай. Смотри, проезжаем дальше. Отлично, он едет. Он едет. Ребят, легче всех. Просто почтение. Посмотрите, как он легко справляется с этой дистанцией. Он просто преодолевает её за пару секунд. Сколько? Сколько прошло? 20 секунд? Сколько он на дистанции этой был? Он быстрее всех проехал. Офигеть. Все тачки обычно подкидывают, там что-то как-то непонятно, они едут. А эта фура просто взяла и промчалась без всяких проблем. Ну что, три победителя. Поезд. Бронированная фура. И, конечно же, Mercedes-Benz из будущего, который называется Bion. Это основные ключевые три победителя. А дальше идём по списку. Смотрим, кто у нас также оказался в победителях. Давайте вот так вот, ребята, чтобы было удобнее. Ну что ж. Потом. На втором условном месте у нас находится Ford Mustang. Неплохо справился. GT-шка. Дошёл до 14-й платформы, можно сказать. Затем BMW X6M. Потом гнилой трактор. Это чё, у него четвёртое место? What the fuck вообще? Да, четвёртое. Первые места у нас там три заняли. Второе. Третье. Четвёртое. Потом Supra пятая. Затем Формула 1 шестое. В Нену седьмое. И мотоцикл призрачного гончика. Самое последнее место, ребята. Вот такие дела. Я думаю, что кто-то из вас угадал 100%. Пиши в комментариях, получилось ли у тебя это сделать и угадать хотя бы одну тачку. А если ты угадал все три, то ты просто красавчик. Реально, у тебя самое настоящее чутьё, будто у Ванги. Ну что, дружище. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, если ждёшь продолжение. Обязательно приходи завтра на новый видосик. Всем как всегда, удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.